Прозрачная бухгалтерия. Сколько получают американские чиновники? Как много Трамп платит своей секретарше? И какая зарплата у самого президента? Белый дом опубликовал официальные данные. Все изучил Дмитрий Анопченко. На служебной парковке Белого дома, а сюда только сотрудники могут заехать, все очень скромно. Никаких Лексусов или Мазерати. Обычные автомобили не самого высокого класса. Мало получают или скромничают? Сейчас появился ответ на этот вопрос. Белый дом сейчас был вынужден обнародовать зарплаты сотрудников президентской администрации. Этого ежегодно требует Конгресс. И вот он, официальный документ на 16 страницах. С грифом для служебного пользования. Изучив который, становится понятно, а сколько же Дональд Трамп платит своему окружению. В Штатах при приеме на работу называют не ежемесячный, а годовой доход. Так вот, сотрудников Белого дома почти 400 и добрая половина из них зарабатывает в год больше 100 тысяч. Для топ-чиновников Трамп установил абсолютно одинаковую зарплату, чтобы не ревновали. 179 тысяч долларов в год получают и руководитель его аппарата Райн Спривус, и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, и еще два десятка человек. Телохранителю, который с ним очень много лет, Трамп платит одну из самых высоких зарплат – 165 тысяч в год. На 60 тысяч больше, чем платил своему бодигарду Обама. А вот у секретарш годовая зарплата – 47 тысяч долларов. Напротив фамилии Джареда Кушнера, президентского зятя, и в строке, где упомянута Иванка Трамп, дочь главы государства стоят нули. Они хоть и в штате, но государственных денег в принципе не получают. Ну а зарплата президента в Соединенных Штатах стандартная, независимо от того, кто при власти, демократы или республиканцы, скажем, Барак Обама или Дональд Трамп – 400 тысяч долларов в год. Трамп свою зарплату не получает, отдает на благотворительность, каждые три месяца выписывает чек, вот недавно отдал деньги управлению национальных парков. Ну, он может себе это позволить, он бизнесмен, а что касается его подчиненных, то судя по приведенным цифрам, цифрам, которые мы получили в администрации Белого дома, а зарабатывают они все-таки несколько меньше, чем могли бы получать на аналогичных позициях, работая в большом бизнесе. Зато компенсируются серьезными льготами для госчиновников, в частности, медицинской страховкой, огромным влиянием, а еще возможностью перейти в будущем в этот самый бизнес. Со строкой «Белый дом» в резюме это будет сделать просто. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Американское бюро телеканала «Интер»